Так пожарный вертолет вчера и сегодня более 20 раз поливал полигон ТБО водой. Открытое пламя ликвидировано. Огонь затронул 150 квадратных метров. Сгорел разнородный мусор. Хозяйственные постройки и люди не пострадали. Открытое горение ликвидировано на всей территории свалки. Продолжается тление мусора на площади 550 квадратных метров. Мусор тлеет в основном в глубине склонов холма. Их высота от 4 до 12 метров. Чтобы процесс тления был лишен кислорода, сверху кучу посыпают песком. Вот видите, сейчас машина этим занимается. Так уже сверху обработали поверхность на площади 2500 квадратных метров. В километре от этого полигона расположена деревня Орел. Сегодня жители спокойно гуляли на улице с детьми и сушили во дворе белье. Как говорят, ни дыма, ни запах от пожара здесь уже не чувствуется. Ветра не было, стоял как твон, вот это смог. Было только с утра, как бы, маленечко. И то это вчера утром. Сегодня уже ничего такого не было. Все нормально. Запаха уже нет. Какое-то беспокойство у вас есть сейчас? Нет. Беспокойство по поводу экологической обстановки развеивают и в Республиканском министерстве экологии. К месту сразу приехала передвижная лаборатория. Специалисты несколько раз взяли пробы воздуха. Результаты анализов атмосферного воздуха дают результаты, что превышение предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе не выявлено. Загрязнение окружающей среды не выявлено. Этот полигон принадлежит по Волжской экологической компании. Ранее здесь возгорания не было. Официальные причины этого пожара пока не называют. Возможно, из-за жары произошло самовозгорание. Чтобы окончательно ликвидировать тление, на полигоне круглосуточно, посменно будут работать около сотни человек и четыре десятка различной техники. По прогнозам, на устранение последствий пожара понадобится еще около суток. Дмитрий Айрин, Андрес Интальцев, ТНВ, Лаишевский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова